Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». 25 декабря высокопресвященнейший Никон митрополит Липецкий и Задонский возглавил Божественную Литургию в храме в честь преподобного Сергия Радонежского села Липовка. Подробности в рубрике «Епархиальные вести». 25 декабря Православная Церковь празднует память святителя Спиридона, епископа Тремифонского чудотворца. В этот день правящий архиерей в сослужении духовенства епархии возглавил Божественную Литургию в храме в честь преподобного Сергия Радонежского села Липовка. За глубокое сострадание и любовь к окружающим людям святой удостоился особого почитания в России. Верующие обращаются к нему в различных житейских нуждах. Для меня этот святой является таким скорым помощником. Я в утренних молитвах обязательно поминаю его имя. И мне кажется, что он именно относится к тем скорым помощникам, к которым мы обращаемся со всей своей душой. Святой жил в Греции приблизительно в 3-4 веках. Для православного мира это было достаточно непростое время, когда ереси и богохульство порочили христианскую веру. Однако по промыслу Божьему именно святитель Спиридон явился ревностным защитником православия на Первом Вселенском соборе. Он доказал чудесственным образом триединую сущность Бога. Он доказал единство святой троицы, показал кирпич, помолился. И вот составляющие кирпича оказались вот на него. То есть наверх вышел огонь, низ, стекла, вода, а в руке у него осталась глина. Это, конечно, чудо, которое невозможно никому втолить. Но для Спиридона Тримефонского всё было возможно. Святители Спиридона Тримефонского считают защитником нищих, больных и обездоленных. Кротость и мудрость, доброта и понимание – все эти качества вложил Господь в сердце любвеобильного пастыря. Он был особо любим и почитаем простым народом. Нетленные мощи святого находятся в Греции, на острове Корфу. Однако святой не оставляет свою паству. Об этом говорит и множество свидетельств очевидцев. На острове, где он почивает своими мощами, бытует мнение, что он ходит по всем селам, весям, помогает людям и наказательств приводит в то, что тапочки постоянно бывают истоптаны за ночь. Святые – это те, кто за свою праведную жизнь, благочестие и стойкое исповедание веры удостоился особого духовного состояния. Те, кто является для нас образцом на пути спасения. Будем же просить в своих молитвах их заступничество и ходатайство о нас перед Богом. В преддверии Нового года и Рождества Христова во многих организациях идет подготовка к праздникам. Оформляются выставки и ярмарки. Так, в Липецко-областной универсальной научной библиотеке ежегодно организуется рождественская выставка книг. Сейчас мы находимся в преддверии такого большого праздника, великого Рождества, когда мы ожидаем какое-то чудо. И, наверное, в каждой семье, в каждом доме готовятся к этому празднику, ждут каких-то чудес. Поэтому мы по традиции оформляем книжную выставку, где рассказывается о этом празднике, о Рождестве, и не только о других праздниках нашей христианской Руси. На выставке представлена как православная, так и художественная литература. Ведь творчество многих русских писателей тесно соприкасается с традициями православных праздников на Руси. Здесь можно узнать о том, вообще можно по истории православия, о том, как этот праздник, почему он отмечается, этот праздник. Можно даже почитать художественную литературу. У Ивана Шмелёва есть прекрасная книга, и в частности здесь рассказывается о празднике Рождества, о том, как его встречали на Руси раньше, как к нему готовились. Выставка православной литературы рассказывает и о семейных традициях празднования Рождества Христова. Издавна еще в русских семьях существовали такие традиции семейного чтения, которые, конечно, к сожалению, утеряны в этом плане. Сейчас больше занимает телевидение, компьютер. А мы бы хотели, конечно, чтобы народ читал. Светлана Семеева – один из частых посетителей библиотеки. Обратив внимание на новую выставку, девушка сразу же нашла для себя полезную информацию. Конечно, такого рода выставка необходима сейчас, в связи с тем, что современное поколение совершенно не знает многих аспектов появления христианства, развития, празднования данного праздника, которое, в общем-то, берет начало от древних времен и простирается просто на протяжении долгих лет. Сама Светлана признается, что больше отмечает праздник Нового года, чем Рождества. Однако Рождество Христово, по ее мнению, несет в себе больше света. Какое-то появляется светлое чувство, надежды, возникают на будущее, притворение дел. Рождественская выставка будет проходить в библиотеке до 11 января. Посетить ее и узнать для себя полезную информацию о празднике Рождества Христово могут все желающие. Рождественская выставка остается до светлого праздника Рождества Христово. Хочется встретить его в теплом кругу семьи и порадовать своих близких подарками. Дом православной книги приглашает вас за рождественскими покупками. Вы сможете подобрать икону по душе, которая выполнена в разных стилях, и серебро, и состаренное дерево, шелкография. И хочу вам показать икону, которую можно подарить в праздник Рождества. Он так и называется, Рождество Христово. Это дерево, серебро, и нанесена также эмаль. В качестве подарка вы можете приобрести рождественские сувениры, натуральную косметику, ювелирные изделия, а также интересные книги. Представлена в большом ассортименте детская литература. Например, к празднику Рождества у нас появилась вот такая интересная книжечка, которую можно разворачивать, она становится объемной. Здесь вы можете оставить заказ на продукцию, которая нет в наличии. Подарки порадуют вас и ваших близких, а цены приятно удивят. Канон этого чудесного события. Мы с большим удовольствием, пользуясь случаем, поздравляем всех жителей Липецкой и Липецкой области и хотим пожелать здоровья, радости, мира и любви в душе, а также света, добра и благополучия каждой семье. Магазин расположен по адресу город Липецк, улица Космонавтов, дом 46. С наступающим праздником Светлого Рождества Христова! 2 января день памяти святителя Антония Смирницкого, архиепископа Воронежского и Задонского, святого, прославлявшего святых, строителя храмов и монастырей, благотворителя, просветителя. Строительство Величественного Собора в честь Владимирской иконы Божьей Матери Задонского Рождества Богородицкого монастыря было начато при святителе Антонии Смирницком, архиепископе Воронежском и Задонском. Он родился в семье священника в селе Повстын Полтавской губернии 29 октября 1773 года, день памяти преподобного Авраамия Ростовского, в честь которого получил имя при крещении. Десять лет отец его направил в духовную семинарию на базе Духовной Академии Киевской. Там как бы первая ступенечка была, начальные классы, это Академия, была семинария. И он учился там. Закончил, по-моему, 23 года, блестяще он учился. Ему предложили приход. Один из протериев предложил свой приход только с тем, чтобы он женился, конечно, на его одной из дочерей. И тогда он мог бы быть уже таким приходическим священником. Но митрополит, который в то время был владыком правящим, когда протериев обратился к нему, он сказал, нет, у него другая дорога, у него другой путь совсем. Вот и он отказал. Свою фамилию Смирницкий владыка Антония получил в Киевской духовной семинарии. Учителя дали ее будущему святителю за тихий нрав и смирение, которые были присущи ему всю жизнь. Многое связывало высокопресвященнейшего Антония с основателем Киево-Печерской лавры, преподобным Антонием. После окончания академии он уходит в Киево-Печерскую лавру. Накануне этого ему был виден сон, что ему приснился преподобный Антоний Киево-Печерский в схимническом облачении с очень большим и тяжелым потиром причастием. И он обращается к Аврааме тогда и говорит, иди, я тебя причащу, приобщу. Он отказывается, говорит, я не готовился. Он опять его подзывает к себе и причащает. Это было накануне праздника преподобного Антония, накануне праздника. И вот где-то в этих же числах его принимают в Лавру, Киево-Печерскую лавру. То есть с именем Антония и с этим святым, видимо, у него было связано много. И потом мы знаем, что он в этих пещерах, он был и начальником этих пещер. Святитель Антоний почти не отдыхал, вел строгий образ жизни, проводя много времени за молитвой и чтением святых отцов. Он особенно любил творения святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, преподобного Ефрема Сирина. Много было даров ученых, образованный человек очень, но путь, который он выбрал и по которому шел, конечно, это путь аскетизма. Очень такое воздержание во всем. Даже мы знаем в книгах, когда уже потом, попозже, Владыка предложил ему переплести книги греческих и римских писателей. Там было изображение писателей, античных, языческих писателей, известных, и краткой биографии их. Он попросил сделать переплет. Святитель Антоний в то время был начальником типографии старшим. И он сделал переплет, возвращает Владыке книгу. Владыка спрашивает, ну как тебе книга показалась хорошая? Он говорит, я не читал. Ну как ты не читал? Ну я такие книги не читаю. Я читаю святителя Иоанна Златоуста. А язычники зачем? Там тьма. В начале 1826 года он был назначен епископом Воронежской епархии, а с 1829 года стал епископом Воронежским и Задонским. Святитель Антоний объезжал всю епархию, совершая в храмах богослужения. День его визита был праздником для города или села. Оставлялись полевые работы, прекращалась торговля. После службы Владыка всегда шел пешком до дома, где остановился, благословляя людей. Когда он приехал, уже стал епископом Воронежским, значит, первый, кто был прославлен им, это свидетель Митрофан. Конечно, для нас святитель Антоний, прежде всего, это человек, который прославил двух святых, в правлении которого он прославил святителя Митрофана и святителя Тихона. Причем себя он называл служкой святителя Митрофана. То, что он ему помогает. И когда он ехал на кафедру на Воронежскую, он сразу говорил, что очень тяжело и там будет тяжелый крест. Но я надеюсь на то, что там есть два угодника Божьих, святитель Митрофан и святитель Тихон. Они мне помогут. Я полагаюсь на их помощь. И вот он приехал в Воронежская епархия. Конечно, было много чудес, но основная его деятельность на епархии обычно связывают и проводят параллель с деятельностью тоже святителя Митрофана и святителя Тихона. Это вот два таких направления. Молитва, внутреннее обращение к Богу, предстояние перед Богом, личное предстояние. Это чистота сердца, души. И при этом открытое служение людям, как служил Христос. Святитель Антони уделял большое внимание развитию духовных школ и просвещению духовенства. Выступая инициатором полного перевода на русский язык святых отцов. При нем велось активное строительство храмов и монастырей, в том числе Задонского, Богородицы Тихоновского, Тюнинского. Также он активно занимался благотворительностью. Мне вспоминается письмо Затуренко Георгия. Я сейчас вспомнил то, как он описывает, как святитель Антони приехал в монастырь в Задонске, в наш. И он рассказывал о том, что Владыка очень трогательно было смотреть на то, как Владыка к нему подходит по очереди за благословением, как он благословляет. И как, видимо, все это было очень просто, как-то естественно, и очень все как, действительно, как, ну, как как родной, к родным. Так все, никакого пафоса не было, никакой дистанции не было, никакой, какой-то вот такой помпезности, какого-то такого вот такой, ничего не было. Все было очень просто, и какая-то, как-то просто и по-родному, очень естественно. Но Затуренко Георгий писал о том, что вот это образ, действительно образ пастыря с его пастой. Святитель Антони пробыл архиереем 20 лет. Его современники, прославленные в лике святых, относились к владыке с глубоким уважением. Преподобный Серафим Саровский назвал его великий архиереем Божий. Почитали архиепископа Воронежского и Задонского святитель Филарет Московский, блаженный Иоанн Сизеновский, Задонские старцы и старицы. Владыка Антони отошел ко Господу 20 декабря 1846 года. Его мощи покоятся в Воронежском Алексеево-Окатовом монастыре. В рубрике «Тебе поем» смотрите видеоклип «Ангел мой» на песню в исполнении Натальи Богацкой и детского хора Домисолька. В клипе снимались учащиеся специальные общеобразовательные школы интерната первого-второго вида для глухих и слабослышащих города Задонска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Ангел мой, помолись за меня Будь со мной Среди ночи и дня И меня За грехи мои Прости Ангел мой В мире боли и лжи Ты меня Укрепи, удержи И не дай Оступиться на паути Ангел мой, я так тебя люблю И за все тебя благодарю Ангел мой Ангел мой, дай терпение и сил И обиды огонь погаси В разуме защити и помоги Научи, как прощать и любить Как добро бескорыстно творить И от зла мою душу сбереги Ангел мой, я так тебя люблю И за все тебя благодарю Ангел мой Ангел мой В этой жизни земной Ты всегда и повсюду со мной Чтоб потом меня к свету повести Знаю я, как тебе нелегко Но когда-нибудь там высоко Я смогу по следам твоим пройти Ангел мой Ангел мой Я так тебя люблю Ангел мой И за все тебя благодарю Ангел мой Ангел мой Ангел мой И за все тебя благодарю И за все Тебя благодарю. Бог я мой! На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с Вами до праздника Светлого Рождества Христова. 7 января смотрите премьеру фильма нашей телестудии о липецких новомучениках. Ищите меня. Ангела Вам, Хранителя.